Санитарная и эпидемиологическая обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной. На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли более миллиона трехсот тысяч человек. Благодаря проводимой вакцинации и принимаемым мерам профилактического и ограничительного характера нам удается сдерживать ситуацию и при этом снижать количество заболевших и госпитализированных. Уровень ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией снижен на 15%. И соответственно уровень находящихся на госпитальном лечении снился, уважаемые коллеги, достаточно значительно, более чем в два раза. Несмотря на это, значительное число пациентов ковидных госпиталей находится в реанимации и палатах интенсивной терапии. Остается высоким уровень летальности среди волгоградцев старшего возраста, а также среди страдающих хроническими заболеваниями. В связи с этим глава региона отметил, что принятые на территории области профилактические и ограничительные меры продолжат действовать. Объективных причин смягчению или отмене мер профилактического и ограничительного характера пока, к сожалению, не наблюдается. Наша общая задача – неукосительно выполнять все установленные требования и осуществлять действенный контроль за безусловным соблюдением принятых мер. На заседании оперативного штаба подчеркнули, что в связи с приближающимися новогодними праздниками, жителям региона следует быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью близких. Следует обратить внимание на недопустимость проведения корпоративных новогодних мероприятий. Все мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе, в парках, скверах, на катках, избегать массового скопления людей. В регионе показатель тестирования держится на уровне 330 на 100 тысяч населения, но его необходимо увеличивать. Для этого нужно активизировать работу по увеличению тестирования с профилактической целью для активного выявления бессимптомных форм заболевания, заболевших на ранней стадии и своевременного проведения в отношении этих лиц противоэпидемических мероприятий. Также система здравоохранения Волгоградской области приведена в состояние повышенной готовности в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Обнаруженный в Южной Африке штамм омикрон отличается высокой вирулентностью. В связи с этим губернатор Волгоградской области отметил, что в регионе продолжится формирование дополнительных резервов лекарственных препаратов, кадровых и материально-технических ресурсов, при необходимости будет развернуть дополнительный коечный фонд. Продолжить работу по оказанию всей необходимой амбулаторно-падриклинической, экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, неболичными пневмониями, гриппами, гриппом, УРВИ и другими видами заболеваний. В обязательном порядке предусмотреть в планах мероприятий по осуществлению мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в потенциальных очагах коронавирусной инфекции, повышению эффективности диагностики новых штаммов вируса. Также в регионе продолжится разъяснительная работа среди населения. Профильным органам власти дано поручение разработать и представить предложения по формату проведения новогодних и рождественских мероприятий. В плановом порядке будет проводиться вакцинация жителей Волгоградской области. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.